Библейский портал экзегет.ру представляет Афрон говорит, не отпущу, не отпущу, не отпущу. И тогда что-то происходит. Происходит что-то плохое с Египтом. Интересно, что первоначальные египетские маги, волхвы и жрецы пытаются повторять. И до какой степени им это удается? Сначала безобидное чудо. Посох превращается в змея. У них тоже. Правда, посох Аарона сожрал этих самых змей египетских жрецов. Но все равно им удалось. Потом вода в Ниле превратилась в кровь. Но жрецы этому смогли подражать. Не очень понятно, зачем они это делали. То есть просто, чтобы продемонстрировать свою крутизну. Но при этом народ-то страдает. Но так оно часто бывает. Когда начальство демонстрирует крутизну, там народу трудно приходится. И это все продолжается. Фарон пока не думает передумывать. Ему все хорошо. У него во дворце всего хватает. Господь велел Моисею, иди к фараону, скажи ему. Господь говорит, отпусти мой народ, соверши служение мне. Если не отпустишь, я нашлю на твою страну жаб. Весь Нил будет кишеть с жабами. Они выйдут из реки и заполнят твой дворец. Залезут в твою спальню, к тебе в постель. Заполнят дома твоих вельмож и всего твоего народа. Забьются ваши печи и ваши квашни. Жабы придут и к тебе самому, и к твоему народу, и к твоим вельможам. Здесь уже фараоны говорят, ты не отсидишься в своем дворце, в нем тоже будут жабы. Вот чтобы почувствовал, как простому народу живется. Господь велел Моисею, скажи Арону, пусть занесет он свой посох над всеми реками Египта, над рукавами Нилы и над озерами, и нашлет жаб на землю египетскую. Простил Арон руку над водами Египта, и вышли из них жабы, и заполнили всю землю египетскую. Но то же самое с помощью волшебства своего сделали и маги, наслали жаб на землю египетскую. Ну, логика безумия, да, то есть лучше повредим своим, лишь бы показать, что мы круче. Но фараону наконец-то это стало надоедать. Фараон позвал Моисея Арона и сказал им, попросите Господа, пусть он избавит меня и мой народ от этих жаб. Тогда я отпущу ваш народ принести жертву Господу. Что, собственно, они и просили. Да, Моисей ответил, я буду просить за тебя, за твоих вельмош и за твой народ. Назначь срок, которому вы и ваши дома должны быть избавлены от жаб. Жабы останутся лишь в Ниле. К завтрашнему дню, сказал фараон. Да, то есть это еще и постоянно идущее соревнование в способностях совершать чудеса. К завтрашнему дню, это дворец к утру, да, хрустальный дворец к утру. Понятно, если бы там через месяц, ну, за месяц можно там заняться, избавлением от жаб разными способами. Там, потравить их, я не знаю, как-нибудь еще. А вот к завтрашнему дню, это совершенно точно чудо. Как ты сказал, так и будет, ответил Моисей, это чтобы ты понял, что нет никого равного Господу, Богу нашему. Жабы оставят и тебя, и твой дворец, и твоих вельмош и твой народ. Они будут только в Ниле. Когда Моисей и Рон вышли от фараона, Моисей попросил Господа уничтожить всех жаб, которых Господь наслал на Египет. Господь выполнил просьбу Моисея. Умерли все жабы в домах, во дворах и в полях. Дохлый жаб собирали в куче, и по всей стране стоял смрад. Да, это же не уточнили, куда их девать. Утилизация жаб не была оговорена в условиях договора, поэтому ей никто не занимался. Но фараон, увидев, что беда миновала, снова стал упрямиться. Не послушал он Моисея и Рона, как и предсказывал Господь. Смотрите, как и предсказывал. Вот мы все время смотрим на эту историю, и в ней видим два варианта. Господь говорит, я знаю, что фараон будет упрямиться, и Господь ожесточил сердце фараона. Вот, видимо, это два способа назвать одно и то же. То есть фараон принимает решение, а Господь этому решению не противодействует. Господь велел Моисею, скажи Арону, пусть занесет он свой посох и ударит им по пыли, покрывающей землю, и по всему Египту пыль превратится в мошек. Моисея и Арон так и сделали. Занес Арон свой посох, ударил им по пыли, и тотчас людей скот облепили мошки. По всему Египту пыль, покрывавшая землю, превратилась в мошек. Маги тоже попытались с помощью своего волшебства произвести на свет мошек, но не вышло у них. Ну, наконец-то хотя бы у магов египетских не вышло, то есть хоть какое-то облегчение египтянам. Их вторая волна не накрывает, да? И люди из скот были облеплены мошками. Это перст Божий, сказали маги фараона. Но фараон по-прежнему упорствовал и не слушался, как и предсказывал Господь. Вот маги себя признали побежденными. Они сказали, да, это что-то такое свыше, с чем мы не сможем никак справиться. Однако все продолжается. Господь сказал Моисею, завтра, рано утром, когда фараон пойдет к реке, снова встань перед ним и скажи. Господь говорит, отпусти мой народ, чтобы он совершил служение мне, а ты не отпускаешь. А если ты не отпустишь, я нашлю оводов и на тебя, и на твоих вельмож, и на весь твой народ, и на твой дворец. Дома всех египтян и даже земля у египтян под ногами все будет кишить оводами. Ну, мошки — это мелочь такая, кто бывал на крайнем севере, в Сибири знает, что мошка иногда это просто ужасно. В Египте, наверное, это было несколько полегче. Но оводы — это крупные насекомые, которые действительно жалят так, что остаются в Алдыре. А землю Гошин я пощажу, там живет мой народ, и там оводов не будет. Это чтобы ты знал, что я, Господь, пребываю на этой земле. Свой народ я избавлю от беды, а твой народ — нет, это знамя не будет явлено завтра. Так и сделал Господь. Тучи оводов заполонили дворец фараона, дома его вельмож и весь Египет. Погибала страна от оводов. Ну вот, мошки и оводы в таком наборе, что делать? Приходится идти на переговоры фараона. Фараон позвал Моисея и Рона и сказал им, идите, принесите жертву своему Богу здесь, на нашей земле. Он идет на компромисс, то есть прекрасно понимая, что они уйдут насо всем, он говорит, хорошо, вы хотите приносить жертву, я это разрешаю, но никуда не ходите. Но Моисей ответил, мы не можем этого сделать. Жертвоприношение, которое мы совершаем Господу, нашему Богу, египтяне сочтут мерзостью. Если мы совершим такое жертвоприношение на глазах у египтяна, они побьют нас камнями. Мы должны уйти в пустыню на три дня пути и там принести жертву Господу, нашему Богу, так, как Он скажет нам. То есть Моисей тоже вступает в переговоры, интересно, что он не говорит напрямую, мы уйдем насовсем. Он объясняет, почему он не может сделать этого прямо на месте, да, и дает некую логическую, рациональную причину. Вновь двойные мотивы, как у нас были в бытии, в истории Якова, например. Например, чисто человеческие какие-то расчеты, выгоды, соображения и божественный замысел. Так и здесь. Есть божественный замысел, они должны уйти из Египта. Есть вот уровень человеческих договоренностей, которые, в общем-то, покрывают тайной вот этот божественный замысел. Не всегда в дипломатических переговорах все стороны говорят друг другу все, что имеют в виду. Точнее сказать, редко, когда они говорят все. «Я отпускаю вас», — сказал фараон. «Оступайте, принесите в пустыню жертву своему Богу Господу, только далеко не уходите, и попросите за меня». Моисей ответил, «Когда я от тебя выйду, то попрошу Господа, и завтра же вы все будете избавлены от оводов, и фараоны, и вельможи, и весь египетский народ. Но пусть фараон нас больше не обманывает, пусть не препятствует нашему народу пойти и принести жертву Господу». То есть фараон еще не на все согласился далеко не уходить, и Моисей сразу сказал три дня пути. Три дня — это расстояние, после которого фактически заканчиваются границы Египта, и они свободны. Дальше захотят вернуться, вернуться не захотят, нет. Но кто захочет, избавившись от тяжелого рабства, возвращаться туда? Израильтяне, правда, потом захотят, но это уже отдельная история. А пока фараон прекрасно понимает, далеко не уходить. И Моисей, что интересно, не возражает. Он говорит, нет, мы пойдем далеко. Он хочет зафиксировать хотя бы это согласие фараона, да, то есть не все сразу. «Вышел Моисей от фараона, попросил Господа, и Господь исполнил его просьбу. Избавил и фараона, и его вельмож, и весь египетский народ от оводов. Ни одного овода не осталось». Но фараон снова стал упрямиться, не отпустил он сынов Израилевых. «А почему, — хочется спросить. Видимо, фараон играет с ними в такую игру. Переждать, пересидеть, перетоптаться. Как-нибудь перетерпим. Вот избавились мы от оводов, ничего страшного, жить дальше можно, все в порядке. Возвращаемся к прежней своей позиции». То есть это еще про то, как фараон не хочет на переговорах исполнять свои обязанности, исполнять договоренности, которых они достигли. Он все время делает так, вот пока ему это выгодно, он их исполняет. Или делает вид, что собирается исполнять. Как только нет, он как будто обо всем забывает, он все обнуляет. Вот какая хитрость, но эта хитрость приводит только к тому, что каждый раз его позиции ухудшаются. То есть каждый раз ему приходится идти на большие уступки. Каждый раз, идя на эти уступки, он замечает, что еще хуже стало. Вот нет бы сразу пойти на приемлемые условия. Но не таков фараон, в девятой главе мы еще об этом почитаем. Продолжение следует...